Как оградить детей от влияния новых субкультур, вовлекающих их в различные секты и сатанинские движения? Ну, вы знаете ли, и секты, и эти движения, они сейчас объявлены вне закона. И всякую попытку достать внимание ребенка, всякую попытку влиять на него, нужно воспринимать как уголовное преступление. Потому, если дети сами неразборчивы в отношении злых намерений, в отношении их, то родители должны все предпринять для того, чтобы дети не были изолированы в их взаимоотношениях с миром, через который, в котором есть возможность доступа до них каких-либо преступных сил. Это достигается контролем их свободного передвижения. Свободное передвижение прекрасно для свободно защищенного от искушений мира, плоти и дьявола, которые в нашем мире пребывают и никого не минуют. И для этой защищенности надлежит путь соли съесть и пройти немало жизненных дорог под попечением мудрого наблюдателя, советника и попечителя. Никогда самому благородному наследному принцу не вручается свобода царствования прежде достижения им совершеннолетия, даже тогда, когда он единственный наследник, об чем и пишет апостол, что пока наследник в доме не приходит в возраст, он ничем не заметнее других каких-то сверстников в своей ограниченной жизни, в своем ограниченном пространстве. Развивается он, но когда приходит время, становится он во всей красе своей правителем. Надо помнить, что дети, при том, что уже в малом возрасте складываются как личности, у них есть развлечение добра и зла, хотя еще не вполне воспитанные, не вполне тренированные, не вполне обученные, но они остаются еще не готовыми к свободе, за которую сейчас, кстати, сильно ратует всякая западная идеология, разлагающая и разлагающая, но нам прислушиваться к ней нужно только для того, чтобы тем решительнее ее отвергнуть. И всякое попечение о круге общения детей внешних, поступающих к ним, предложений и всякого рода интересных затей, как от Карлсона, который живет на крыше мальчик, давай нахулиганим. Надо, конечно же, родителям на самотек не оставлять, но всеми доступными средствами пользоваться для выяснения, кто залетает к мальчику в окошко и с какими предложениями. Очевидно, что кроме внешнего общения, которое, может быть, и не так разнообразно у современного ребенка, для него огромным источником соблазна становится интернет. И хоть сейчас идут разговоры о национальном интернете, максимально защищенном от всякого рода происков врагов, но это еще дело совсем не близкого будущего. Тогда как, например, в Китайской Народной Республике решительно и бесповоротно допуск западных и всякого рода разлагающих страниц, контента запрещен, недопущен. Какие-то шаги делаются, вот уже обещают в скором времени именное в соответствии с документами право организовывать какую-то свою страницу в интернете. Но, к сожалению, этот даркнет, темные сатанинские глубины остаются недоступными как бы для средств контролирующих, для органов поставленных к наведению порядка в этой мировой паутине и при этом находят доступ до любого пользующегося открытым доступом ребенка. Очевидно, что как когда-то началось автомобильное движение по дорогам мира, и не сразу пришло это движение в установленной рамке правил, а превратились, как писал Иссали Ильфа Петров, в братоубийственный снаряд. Так что этих честных и добрых пешеходов, которые сами и придумали автомобиль, и начали просто давить, и это было причиной организации очень четкой культуры на дорогах, которая, тем не менее, не освободила вовсе от трагедии и жертв на дорогах, ну а в интернете, который тоже внезапно обрушился на человечество, как изобилие понятий, влияние на человека, как бесконечно близкое к нему, к его внутренней жизни, совершенно издалека приходящая сила, конечно, должна быть организована еще более строгим правилом, не допускающим то влияние, которое сейчас, к сожалению, очень даже доступно до современных наших детей. Потому надо приложить все усилия любому родителю, едва взрослеет дитя и уже тянется, а сейчас с года дети уже тянутся к гаджетам, к телефончикам с такими удивительными мультипликационными возможностями и переносами из одной страны в другую, из одного чуда в другое. Дети умеют разблокировать родительский телефон тогда, когда еще, кажется, не умеют считать, но уже запоминают манипуляции, едва только начинается какое-то вызванное школьными необходимостями посещения учебных страниц, необходимых для составления доклада. Непременно родителям необходимо озаботиться максимальными средствами для изоляции всякого рода общения, могущего повредить душе, а его там в интернете несравненно больше, чем чего бы то ни было полезного. Потому не надо тут стесняться или гнушаться своим полным правом проверки всяких посещений. Хорошо, знаю я пример в одной семье, где по необходимости компьютеризации школьного процесса один компьютер для семьи был поставлен в месте общего семейного доступа, какой-то такой полукоридорный уголок, где, тем не менее, не было этой возможности уединения со своим маленьким. Как бы он ни был мал, экранчик может к великим бедам привести ребенка, пользующегося еще без разбора его предложениями. А там как раз и секты, и субкультуры, и добровольные самоубийцы, и всякого вида растления в изобилии представлены. Потому здесь, насколько строги бывают родители, благоразумные в подборе знакомых и посещений в физическом теле для ребенка. Употребляемыми не меньше усердия надо приложить и к вот этому контролю и изоляции. Для того, чтобы полезное, по преимуществу, было у него на глазах, для того, чтобы разумное, прекрасное и вечное было у него на глазах. И, конечно же, есть еще одно важнейшее средство, пренебречь которыми значило бы испортить жизнь своему ребенку. Это приучение к исповеди. Ибо именно на исповеди, при всей нашей бдительности, то, что мы не сможем усмотреть и в чем не можем, ограничить, обезопасить еще беспомощное существо взрослеющее, надо приучать ребенка к развлечению добра и зла и к вот этой чистоте покаяния. Вслед за покаянием возникает состояние души чистой. И если еще с молодых лет ребенок войдет во вкус этой чистоплотности, то это будет самым лучшим средством обезопасить его от всяких прилогов вражиях. Ибо невозможно их избежать, как Господь говорит, горе миру от соблазнов, но невозможно не прийти соблазном. Тем или иным путем. А вот дело воспитания, дело педагогики, дело пастырского влияния на душу — это научить различать добру от зла по слову премудроващи «изведеши честное от недостойного, яко уста мои будеши». И именно на исповеди для ребенка постепенно происходит укрепление в этом даре рассуждения отделения пшеницы от плевел, покаяния в своих грехах, следствием которого является и чистота душевная, и здоровое развитие, и добрые плоды покаяния, которыми мы уже и называем добродетели, расцветшие вместе с возрастанием человека. Дорогие друзья, чтобы лучше узнать Священное Писание Нового Завета, на сайте экзегет размещена викторина в аудиоформате, отвечая на вопросы, поставленные в ней, интересно и увлекательно, вы сможете стать гораздо ближе к словам, к содержанию Священного Писания, к радости вашей душевной. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok